Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Калинин. И сегодня, 1 апреля, у меня на обзоре сразу два интересных устройства – левая и правая рука, которые были анонсированы за 9 месяцев до официального релиза. И давайте узнаем прямо сейчас, которые из них лучше. Поехали! Я благодарю своих папу и маму за предоставленное устройство. Начнем с комплектации и внешнего вида. Каждая рука оснащена запястью, ладонью и пятью подвижными пальцами, которые можно сгибать и разгибать. Пальцы имеют дополнительные элементы дизайна – ногти. Я видел в других моделях множество различных расцветок, у меня же используется стандартный бюджетный вариант. Большой палец очень полезен, им можно показывать лайки. Указательный покажет вам дорогу, а средний – даже конкретное направление. Безымянный палец нужен в основном девушкам, они мечтают поскорее надеть на него кольцо и не только себе. А мизинец нужен для того, чтобы решать всякие ссоры. Каждый из пальцев оснащен уникальным популярным рисунком – отпечатками пальцев. Имеется режим работы в перчатках. По внешнему виду руки очень похожи. Однако я заметил, что на левой руке пальцы начинаются с большого пальца и заканчиваются мизинцем. А на правой руке все с точностью до наоборот начинаются с мизинца и заканчиваются большим пальцем. Вся передняя и задняя поверхность рук имеет натуральную кожу. Обратите внимание, это не пластик под кожу и не кожзам, а самое что ни на есть натуральная кожа. Я проверял. Руки имеют плохую защиту от пыли и грязи и великолепную защиту от влаги. Их можно погружать на любую глубину на любое время. Главное, чтобы вы не задохнулись. Внутри установлены кости, мышцы, сухожилия, кровеносные сосуды и нервы. Управление идет от центрального головного процессора с сопроцессором, работающим на частоте от 50 до 180 ударов в минуту. Руки многофункциональны. В зависимости от прошивки выполняют множество различных действий. Основными из которых является возможность удерживать и управлять предметами. Руки могут издавать различные звуки, причем правая рука делает это значительно лучше, чем левая. К тому же правая рука может отлично писать. В этом функционал левой руки сильно ограничен. Руки бывают как мужские, так и женские. Они более элегантные и ухоженные. Подавляющее большинство людей комплектуются руками. Представлено много расцветок. От бледно-розовых, красных, желтых, черных до очень редких золотых рук. Их полная противоположность – руки, растущие не из того места. В заключении хочу сказать, что обе руки мне очень понравились. Однако правая рука более функциональна, а левая чуть сильнее. Какая из рук лучше? Выбирать вам. А на сегодня все. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал и на мои социальные сети. Твиттер, Вконтакте, Инстаграм. Все к вашим услугам. Пишите в комментариях, какие разновидности рук вы еще знаете. На этом все. С вами были руки Дмитрия Калинина. До скорых встреч, друзья!